Привет друзья! Как у вас дела? С вами TradeMaster и в сегодняшнем новом видеоролике я хочу с вами поговорить о одном из следующих ивентов, а именно о китайском новом годе и его эффекте на маркет. Мы сейчас поговорим с вами как к нему готовиться, рассмотрим как все происходило именно в FIFA 18 и я дам советы именно по продажу состава, потому что как по мне это имеет значение. И мы поговорим также о тех вещах, которые надо обязательно покупать, когда китайский новый год начнется. Погнали! Итак, первое, чем стоит знать, это именно когда же китайский новый год в 2019 году и как вы можете увидеть это будет 5 февраля. Я лично ожидаю старт промо 5 февраля, когда начнутся все промо паки и само собой я думаю оно закончится буквально через 3 дня, то есть 8 числа, 8 февраля я ожидаю именно конец промо. На второе, я хотел бы с вами поговорить, что такое китайский новый год и какое влияние он имеет на маркет. Во-первых, это большое промо, которое длится 3 дня и за эти 3 дня мы получаем множество промо паков, так званых Lighting Rounds. Фишка в том, что полностью все эти промо паки вы можете купить со скидкой 50%. Допустим, паки за 100к, которые всегда идут во время любого промо, вы можете купить за 50 тысяч, потому что действует эта большая скидка. И много людей сливают полностью все в своем клубе, сливают составы, сливают свои вложения и просто продают, чтобы открыть паки. Потому что паки это очень заразная тема, я вам скажу честно. И много людей от них именно зависимые. Так что часто такое я видел, когда люди идут в ноль, после этого они просто в игру не возвращаются, они заканчивают с FIFA. Это было именно в FIFA 17. В FIFA 18 случилось новое введение, именно какое людям позволили открывать эти паки во время Lighting Rounds, во время промо паков за FIFA Points. Именно за кэш, за наличные. И соответственно люди почти не тратили свои монетки, они больше тратили уже FIFA Points. Но все равно, все равно я вам скажу честно, люди тратили и монетки также. Так что если у вас здесь состав, и вы рискуете, и вы боитесь, что промо убьет цены на ваших игроков, вы можете во время этого четверга, когда люди будут получать награды за дивизионы и за Ликинг Лигу, надежно слить и уже ждать именно черные пятницы, а китайский новый год. И во время китайского нового года, во время паники, закупить состав обратно. То есть это мой совет вам. Буду ли я продавать свои составы, здесь вопрос. Я не буду продавать, потому что я себе пообещал, я пообещал Олегу, что мы в принципе с этим составом остаемся, мы будем его только улучшать. И даже если мои все Тотти карточки очень сильно упадут в цене, я их продавать не буду, потому что они остаются до конца игры, потому что они лучшие в этой игре и лучших карточек уже не будет. Третье, это самое интересное для вас. Мы с вами переходим в раздел СБ Чашек. В прошлом году китайский новый год стартовал именно 16 числа и закончился 19. Почему? Потому что китайский новый год выпал именно на 16 февраля. Мы получили случайно продаваемый игрока командной недели и непродаваемого на секунду чутку с рейтингом 81+. То есть, как вы знаете, в каждой командной неделе есть информы с рейтингом 80 и ниже. Соответственно, когда вы будете выполнять текущие задания, вы не получите такого игрока в паке. Для непродаваемого условия сборки рейтинг 83, сыгранность 30. То есть, в принципе, сыгранности не нужно. И если сейчас пойти на маркет, рейтинг 83 стоит по 850-900 монет по Buy Now, а по ставке, поверьте, вы можете взять их по Quixel. Если вам интересные такие вложения в рейтинг 83-84, я вам советую взять. Как минимум для себя, чтобы себе собрать. И даже если на перепродажу, то обязательно они поднимутся. Если хотите брать, то берите именно правых полузащитников, правых защитников, левых полузащитников, левых защитников, центральных защитников и центральных полузащитников. Они всегда поднимаются больше, чем остальные. Для того же продаваемого игрока командной недели было нужно рейтинг также 83 и 2 информа. То есть, сейчас информы все очень дорогие. И если бы вышло сейчас такое СБЧ, то делать непродаваемые СБЧшки было бы выгодно. Потому что минимальная цена информа с рейтинга 81 сейчас на маркете это 15 тысяч. То есть, а сборка, если посмотреть по текущим ценам такого СБЧа, именно на непродаваемого стоит максимум 1010-10,5. Соответственно, это было бы выгодно себе набрать игроков, чтобы делать такие челленджи. И также есть здесь одна фишка. Если вы не хотите открывать этот пак, вы собрали, но хотите открывать, потому что команда недели плохая, то вы можете сохранить себе эти паки и, в принципе, открыть, когда команда недели будет классная, чтобы иметь шанс поймать кого-то реально стоящего. И также я смотрел много разных СБЧшек. Ничего интересного в них такого нету. Я вам ссылочку все равно оставлю в описании. Кому интересно, можете пойти посмотреть полностью все челленджи, какие были условия. Единственное, что я хотел бы обратить свое внимание именно на этот челлендж, потому что было нужно в нем 8 игроков с Кореи и 8 игроков с Китая. Или 8 игроков с Кореи, или 8 игроков с Китая. Само собой, они поднимались. И, как видите, в условиях пишет, нужно было минимум 5 серебряных игроков и плюс 5 игроков минимум редких. То есть, редкие игроки с Китая, редкие игроки с Кореи. Стоит, наверное, себе взять как минимум для выполнения данного челленджа. Если под инвестицией, это уже риск, потому что мы не знаем, поставят ли ИАшники похожие СБЧшку или нет. Четвертые, это инвестиции, которые можно сделать на панике перед Китайским Новым Годом, или же во время Китайского Нового Года, во время промо. Это живые карточки Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Как вы знаете, сразу же после безумия, после Китайского Нового Года, у нас будет плей-офф Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Плей-офф Лиги Чемпионов стартует 12-го числа, а плей-офф Лиги Европы 14-го. Я ожидаю, что на хайпе все эти карточки взлетят экстра 10-15%. То есть, мой совет вам, добавляйте себе их в список наблюдения, добавляйте себе их в концептные составы этих игроков, следите за ценами, учите цены. И если вы видите, что они на панике или во время Китайского Нового Года низкие, я думаю, это самые-самые надежные инвестиции, которые больше всего вырастут и мне по окончанию данного промо. И напоследок, очень интересная фишка. Как вы знаете, FIFA 19 и E-Sport ввели ежедневные и еженедельные задания. И очень часто, когда у нас тематичные промо, допустим, такое, как Китайский Новый Год, они могут дать нам задачку, за выполнение которой мы получаем, там, или какую-то классную карточку, или же пак, там, за 100к, или пак за 125к. То есть, не знаю, что они придумают, но такое они сделать точно могут. И для этого вам нужно, там, сыграть в 10 победных матчах игроками, которые играют в Китайской Лиге, или забить хотя бы, там, 10 мячей в победных матчах игроком с Китайской Лиги, и тогда вы получаете какую-то награду взамен. Такие карточки, как Талиска, Халк, Пато, да, это самые играбельные информы с данной Лиги. Я, в принципе, советую вам взять, допустим, по одной карточке, по окончании последней Викенд Лиги перед Китайским Новым Годом, и, в принципе, я думаю, они, как минимум, на хайты наберут, как минимум, или же вариант B, они будут нужны и наберут сами по себе. Или же, как минимум, вы, это самое, вы сможете сами со них сыграть, и, в принципе, выполнить данные задания, которые может, может быть. На этом у меня все. Давайте насобираем 700 лайков, и в течение 24 часов я для вас запишу еще один полезный видос. Всем пока, спасибо за просмотр.